Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленская из студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Награждение победителей и призеров творческого конкурса. На Смоленской АЭС в работе первый энергоблок. Его мощность составляет 1036 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. 3 января в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном Росэнергоатом, энергоблок номер 2 Смоленской АЭС был отключен от сети для проведения плановых работ в соответствии с требованиями технологического регламента. На энергоблоке номер 3 продолжается проведение планового среднего ремонта с модернизацией оборудования с целью продления срока эксплуатации. Выработка электроэнергии с начала года составила 250 млн кВт-часов. Радиационный фон о промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 26 декабря в Десногорском дворце молодежи прошла церемония награждения победителей и призеров творческого конкурса, посвященного Смоленской АЭС. Как это было, смотрите в сюжете. Едва лезть выше из наслаждений, как наслаждение творить. Эти слова классика приходят на ум, глядя на юные, но увлеченные и вдохновленные лица. Талантливые ребята из школ и учреждений дополнительного образования Десногорска и Рославля представили свое видение Смоленской АЭС и атомной энергетики в целом. Приветствовал конкурсантов начальник отдела управления информацией Смоленской АЭС Роман Петров. Мы сегодня проведем церемонию награждения победителей и призеров нашего ежегодного конкурса детских работ, посвященный атомной станции. Конкурсы ежегодные проходят уже в 17 раз. Организаторы идут в ногу со временем и вводят новые номинации. Литературные работы и мультимедийные проекты дополнили уже привычные рисунки и поделки. Всего более 90 работ. Все призеры получили дипломы и подарки от Смоленской АЭС. Более 20 работ отмечены поощрительными призами. Мы с моим другом Михаилом Давыденковым делали видеоинтервью о том, как ростовчане относятся к атомной энергетике, ну в частности к атомной электростанции Смоленской. Я испытывал радость за то, что я все-таки получил награду, ну и какую-то гордость за себя, то что я чего-то достиг. Благодарственными письмами также отмечены педагоги, которые помогали ученикам в подготовке к конкурсу. Мы уже седьмой год участвуем в этом конкурсе и число участников нашей школы растет с каждым годом. Возрастная группа у нас все молодеет в нашей школе. То есть деточки от самых маленьких подготовительных групп становятся участниками данного конкурса. Это необыкновенные дети, которые очень активные участники всех конкурсов, акций, фестивалей. С такими детьми мне интересно работать. Мероприятие закончилось памятной фотосессией для участников конкурса и их родителей. Конкурсные работы размещены в выставочном зале историко-краеведческого музея Десногорска до 18 января 2019 года. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.